Как человеку распознать, приятен он Всевышнему или нет? Он может это знать, если его жена его не раздражает, если у него есть на хатруах, ему приятно найти его жены, он должен знать, что он приятен Всевышнему. Знать человеку, он чистый или нет, он чистый от греха или нет, это если у него есть дома с его женой Шломбайт, значит, без радости, чем он также чистый от греха. Захамин объясняет, что когда Бог хотел создать человека, что он сказал, он посоветовался с ангелами, потом сказал на осе Адам, создадим человека. Для чего? Это учит нас тому, что человек в доме своем, когда нужно принять какое-то решение, должен советоваться со своей женой, со своими детьми, поставить их в известность. Это тоже Дерех Эрит. Говорит Анаха, что один из видов скромности, или то, что показывает, чтобы человек жил с анаваса скромностью, когда его спрашивают, кто это сделал, он не должен говорить в единственном числе, я это сделал. Нужно сказать скромно, это сделали мы. В синагоге, говорит Анаха, что если в синагогу пришел гость, то нужно сделать ему место, дать ему сидур и показать, что мы рады ему, а не показывай так, зачем ты пришел, рядом со мной сел, мне сейчас здесь стало тесно и так далее. Нужно обязательно гостю оказать уважение, чтобы ему было приятно. Говорит Анаха, что когда Равин дает Драша, то правильно его слушать, не смотреть в книгу, или тем более, если говорят между Минхая и Арвид, если некоторые люди, которые выходят и не слушают, это говорит, что это уменьшает силу Равина. Поэтому во время, когда идет Драша, когда говорят Деврей Тора, очень важно именно слушать внимательно Деврей Тора. Даже человек не должен читать, изучать другие Деврей Тора. И завершающий Анаха говорит сегодня, насколько человек должен быть внимательный в том, чтобы приветствовать человека. Говорит Анаха, что человек должен приветствовать другого первым. Как кто бы ни был, даже если он сам важный человек, а кого он приветствует совсем простой человек, говорит Анаха, ты должен постараться приветствовать первым любого. Как они говорят, как говорит послуху Гульвен Чинай Михалав, что лучше человеку улыбнуться, лучше, чтобы кто-то человеку улыбнулся, чем дал ему стакан молока. Когда человек встречает человека другого с улыбкой, приветствует его, он поднимает другого настроения. Так говорит Анаха, ты должен быть первым, который с улыбкой приветствует другого. Варуха Донай, Лаула, Амин, Ве Амин.